О боже! Санечка, я надеюсь, так по деревне ты не ходил? Ходил, но я надеюсь, что все живы. Друзья, всем привет! Извечный философский деревенский вопрос. Что проще, требует меньше усилий и времени в деревне? Это уборка снега зимой или козьба травы, покоз травы летом? Вот каждый раз, когда приступаешь к одному из этих видов работ, это чистишь снег зимой, думаешь, побыстрее бы лето, траву косить мне кажется проще и быстрее. И летом, когда трава прет и костишь там через неделю-две, думаешь, побыстрее бы зима, все-таки снег быстрее и легче чистить. Так что, как считаете вы, пишите в комментариях. А мы пока продолжаем косить. Покажем, какое оборудование используем для этой увлекательной работы мы. Елена Викторовна, как вам? Что, поза рака? Да. Как всегда, воодушевляюще. Вам в ней комфортно? Ну а как же? Мы созданы, походу, за этой позы, блин. Скажешь нам пару слов, как тебе техника? Очень хорошо. Пару слов. Отличная косилка. Самое главное в ней, это то, что у нее накопительный бак. Не тканевый, а пластмассовый. Да, пластмассовый. Держит форму, ты это имеешь в виду, да? Я имею в виду, что он вообще есть даже в том числе, потому что мульча вот эта, она, конечно, бесценна. В плане того, что она собирается. Во-первых, ну часто выглядит аккуратнее, если трава собирается. Вот ты не можешь согласиться с этим, кстати? Могу согласиться, но это все, это все гораздо дольше. Вот, 14-го года она, представляешь, сколько уже? Шесть лет ей. Так что вот, ребят, мы ей пользуемся шесть лет. Изучали вопрос, какую купить. А есть такие еще в продаже? Курили форумы, есть сейчас в продаже, но не знаю, как они сейчас по качеству, но вот видите, вот данная модель, данная косилка у нас отработала шесть лет. Причем в жестких условиях. Да, в жестких условиях, ей косят много. И не только участок этот, но еще и тот косили, вспомни-ка, долго, да? Да, эта косилка переехала из того дома, то есть, ну да, как раз там пару лет мы ей косили. Потом еще учились, что это косилка привезли. За пределом нашего участка, то есть, у памятника везде же тоже это косилка? Я покажу, да, часть еще косится там у нас за забором, это у памятника этой косилки. Но я за забором стараюсь косить другой косилкой, вон она стоит. Я ее покажу, мне быстрее гораздо. Эта косилка, она женский вариант, я ее так называю. Она самоходная, ей просто довольно-таки пользоваться, не надо тянуть, не надо толкать, она сама едет. И поэтому, как бы, оптимальный вариант для женщин. Мне долго за ней ходить, я предпочитаю гораздо быстрее, раза в два толкать без привода косилку, тянуть так же быстро обратно. И, в общем, я быстрее все это делаю, вот. Мне так удобно. А я посмотрела, какая косилка проще. Твоя косилка, она легче? Даже вот если просто толкать, мою толкать, например, пердячим паром, и твою. А твоя легче по весу косилка? Нет, моя легче, безусловно. То есть, если не брать вот этот разворот, поворот, вот эти вот моменты, то твоя косилка в этих моментах, в маневренности, гораздо проще в управлении, чем моя. Да, это правда. Но моя на прямом поле, цены ей нет, потому что встала и поперла за ней. Покупали косилку с приводом, говорил, почему? Почему? Потому что я должна была косить беременная. А вот этой вот кнопкой? Да. Да, было такое. И надо было, чтобы она ездила сама. Предположительно, что, я думала, что это очень так просто. Накопительный бак, с одной стороны, хорошо, если вы огородники, и с другой стороны, плохо, что если вы не огородники, вам нафиг не сдалась вот эта вот трава. То есть вы не делаете компост, вы не складеете ее, ничего там не происходит. Но, но, эта косилка предполагает и боковой выброс. То есть вы можете бак убрать, поставить заглушку, она в комплекте идет. Не надо даже ничего ставить. Можно не ставить и не открывать боковой вот этот вот выброс, а вот так вот снять бак, и она вам будет под ноги как бы кидать траву. Есть еще здесь такая специальная штуковина, она мульчер называется, и якобы ровным слоем за косилкой скошенную траву оставляет. Но мы не пользовались, не ставили, не знаем. Я пользуюсь периодически, знаешь, когда, когда кашу в междуряде, где я не хочу убирать траву. Но ты не ставишь эту дополнительную штуковину, она нас где-то в гараже так и валяется. То есть вот так просто косят, и трава сюда вылетает. Боковую даже ни разу не открывали. Даже вот так здесь ставится штуковина специальная, и у вас получается боковой выброс. То есть нам нравится. Два раза я, значит, после зимы снимал вот эти колеса. Там такая типа муфта свободного хода в виде шпонки. Она за счет инерции выскакивает, блокирует колесо, и оно вращается от привода. Зависали эти шпонки просто от хранения. Ну, понятно, не пользовались зиму. Я разбирал, просто мазал их и ставил на место. Последние две зимы я этого не делал. Видно, хорошо помазал. Вот. Ну, в общем, классная штука. Вот нравится нам эта косилка. Вот. Сейчас я... Все или еще что-то хочешь добавить? Установка бака очень простая, к тому, что его не надо там прицеливаться. Все. Видите, две секунды. Ну, немножко руку набьете. Разная высота покоса есть. И будем... А, да, кстати, регулируется высота. Покажи, как. Вот, видите. Я самую большую делаю. Трава запущена, запущена, высокая ставим самую большую. Маленькая, нормальная, можем косить, ставим на тройке. Ты на тройке обычно, да? И еще, если не очень-то ровная поверхность, есть проблемы на трешке, то есть она будет сбивать холмы, там, земельные какие-то. Но вот на этом она у вас через кирпич прокосит, грубо. Я утрирую, конечно, через кирпич непрокосит. Вот, смотрите, долго мы ей пользовались, пользуемся. А, ремень, ремень я поменял один раз. Ремень, причем, оригинальный, стоил 750 рублей. Я просто по размеру подобрал за 120 на рынке ремень. Ну, от какой-то там нашей отечественной техники. Вот. Еще один момент. Двигатель работает, с ним ничего не было. Даже свечка родная. Свечу я не менял. Я не сказал, блин, что-нибудь сейчас лучше. Ну, может быть, но мы отремонтируем, не проблема. Двигатель не сказал, двигатель американский, Бриксен-Стратон. Еще вам это хочу сказать. Работает она вот в таком положении, то есть рукой удерживать. Преимущественно так должна работать. Когда вы нажимаете на газ, она едет вперед, отпускаете, встает на газ. Не на газ, это на привод хода. Как счастье, какое что-то есть, чтобы поправить. Смотри, ситуация какая. То есть технически, по идее, если я только ее отпускаю, она сразу глохнет. Если это неудобно, то есть хочется бак снять, там высыпать, тут же заново поставить, дальше пойти, то вот эту штуку можно привязать вверх. Но это нарушение техники безопасности, сразу вам говорю. Да, поэтому грабли, как говорится, совать туда, когда она работает, нельзя. Поэтому вот здесь такой вот предохранитель как бы стоит. То есть вы подтягиваете, она работает. Как только отпустили, все. Ну, это любая косилка. Ну, по крайней мере, все, что я знаю, по такому принципу работают. Так что вот такая у нас косилочка. Мы очень довольны. Вот второй агрегат, который помогает нам в борьбе с травой. Это косилка с боковым выбросом Мюррей. Она не самоходная, естественно. Мотор у нее стоит, американец, тот же Брикс Энд Страстен. Так, вот у нас здесь табличка. Какого она хоть года-то? О, седьмого года. 2007 года. Я так понимаю, если это правильная маркировка, что это год. Ну, короче, она у нас с момента покупки дома. Ну да, 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 все правильно. В восьмом году мы купили тот дом. И, видимо, она была седьмого года выпуска. Так, здесь я уже ремонтировал ее. У меня лопнул коллектор пластиковый. Свечка, наверное, родная, судя по ржавчине. Карбюратор я тут немножко шаманил тоже, барахлил. Но она работает до сих пор. Вся раздолбанная, колеса, все вот такие люфты имеют. В общем, они в разные стороны разъезжаются. Но пока вот ручка вся уже разбита. Вот, видите, жду, когда она окончательно выйдет из строя, развалится. Вот там, она уже все, уже недолго осталась. Вот у них вот это вот проблемное место. Но я ей, ребята, в таких местах кашу, я и пеньки сбивал ей, в общем. И холмы бугры, и камни, и, в общем, все, что только можно, попадало в эту косилку. Но она до сих пор работает. Вот. Использую я ее на, вот, обкашивание участка вокруг забора на улице, так скажем. Быстро все, эффективно, побегал с ней туда-сюда и все скосил. Вот кашу вот здесь. И кашу вот здесь все полностью от забора до дороги. Вот с этой стороны тоже все косим ей. И возле памятника бывает ей, бывает, если трава нужна, то той косилкой алка, которая с бункером для сбора травы. Ну, а это большое поле, основную часть мы косим уже трактором. И вот здесь последняя сторона, где мы обкашиваем вокруг нашего участка. И пользуюсь ей, вот, где неудобно, где надо обкосить деревья, допустим, возле забора. В общем, обкашиваю неудобие, как говорится, этой косилкой. Да, друзья, забыл сказать, что я нож уже поменял. Здесь стоит универсальный, неоригинальный нож, потому как оригинальный, он просто стерся в лезвие. И в определенный момент сломался. Вот, так что нож я менял. И последний наш представитель агрегатов для кошения, это вот этот Штиль ФС-130. Отличный аппарат. Он используется тогда, когда по какой-то причине трава переросла. Да, не сказал, что вот этими косилками, вот этой и предыдущей, можно косить траву, ну, где-нибудь сантиметров, я не знаю, до 15-20, еще зависит от густоты травы. Вот, если трава перерастает выше, то скосить ее вот этими косилками очень становится проблематично. И тогда в ход вступает вот этот, это коса, коса-триммер Штиль. Вот, я ее последнее время, наверное, ну, года два не пользуюсь, потому как технология у меня, стратегия покоса такая, тактика, наверное, правильнее сказать. Я не жду, когда у меня трава перерастет. Я лучше быстренько пробегусь вот с этой косилочкой. И пускай это приходится делать чаще, но зато это быстрее, чем махать вот этим триммером. Вы скажете, ничего себе, сколько у вас тут приспособлений для счастливой жизни в деревне? Я с вами соглашусь, да, у нас много приспособлений для счастливой жизни в деревне. Так как мы вкладывались в свое время в средства производства, которые нам сейчас облегчают быт в деревне. Мы где-то отказывались себе в каких-то развлекательных мероприятиях, в отпуске, в отдыхе. Не покупали Subaru Impreza, не покупали компьютеры Apple, а вкладывали вот в то, что необходимо будет в повседневной жизни в деревне. Все на этом. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока. Вот это самая надежная косилка. Она сломается уже после меня.